МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не платят алименты своим детям, зато спускают миллионы на азартные игры. В прокуратуре провели совещание по задолженности североказахстанцев в доход государства и алиментам. Вышел погулять собака и получил побои. Менее чем за полчаса полицейские задержали двоих подозреваемых в избиении Петропавловца. Стартовала региональная лига АУЛ «Спорт-2024». 200 спортсменов соревнуются в карате, шахматах, волейболе и других видах. Проблемные вопросы касаемо должников обсудили на межведомственном совещании в областной прокуратуре. В надзорном органе установили многочисленные факты, когда североказахстанцы с многомиллионными долгами перед своими детьми и государством тратили крупные денежные средства в букмекерских конторах на азартные игры. За 10 месяцев текущего года общий оборот операций превысил 500 миллионов тенге. В регионе ежемесячно алименты получают более 9 тысяч детей. В списке неплательщиков – 174 человека. Во время проверок букмекерских контор прокуроры выявили следующие факты. Мы установили около 40 человек, которые участвовали в ставках. Один из них такой пример – у нас, по-моему, компания 1ХБет. В нем участвовал один должник, имея задолженность по алиментам в отношении своих детей, проиграл в данной конторе около 50 миллионов тенге. Серьезную беспокойность вызывает то, что злостные должники, имея многомиллионные долги, участвуют в ставках именно букмекерских конторах. Должники не работают, доходы свои скрывают и участвуют в таких вот нехороших, кстати, как делах. Тем временем дети, которые должны получать ежемесячно алименты, они этого не получают. На сегодня в регионе сумма долгов по алиментам составляет порядка 250 миллионов тенге. Мерами координации погашена задолженность перед государством в размере 117 миллионов тенге. По алиментным обязательствам – 110 миллионов. Должники, работая в службах такси посредством интернет-приложений и получая доходы, продолжают уклоняться от исполнения требований исполнительных документов. Мы пошли дальше, начали проверять ин-драйвер Яндекс.Такси, где также было выявлено около 2 миллионов тенге, которые злостные алиментчики заработали за определенный период времени. Конечно, есть обрешение в деятельности региональной палаты частных судебных исполнителей, которые обязаны были сами это все выявлять. Департамент юстиции тоже, контроль в этом вопросе тоже не осуществлял надлежащим образом. Вот все эти факты назорным органом, путем простых запросов мы это все выявили. Сидя в кабинете, направили запрос, благо, что эти компании пошли нам навстречу. Департамент у юстиции и региональной палаты частных судебных исполнителей указали на упущение в работе. По всем вопросам проводится служебное расследование. Всего с начала года к административной ответственности привлечено 82 должника. Из них 71 подвергнут аресту и 11 к штрафам. К уголовной ответственности привлекли 12 должников. Валерия Севаш, Шевния Асаманов, МТРК. В Петропавловске на канал 102 обратился горожанин, ставший жертвой хулиганства. Он пояснил, что гулял вечером с собакой, когда двое неизвестных без причины нанесли ему несколько ударов. Комплексные силы полиции, заступившие на ночное дежурство по охране правопорядка, а также инспекторы видеонаблюдения, центры оперативного управления были незамедлительно ориентированы на розыск подозреваемых в хулиганстве. Полиции понадобилось около получаса, чтобы найти нарушителей. На пересечении улиц Конституции Казахстана и Мухтара Уэзова стражи порядка заметили двух человек, схожих по ориентировке, с внешними признаками опьянения. Их задержали и доставили в модуль до прибытия следственно-оперативной группы. При наружном осмотре у одного из подозреваемых обнаружен и изъят кастет. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 7 тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере. Также привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Сотрудники управления административной полиции завершили обследование автодорог накануне зимнего периода. Работу вели совместно с местными исполнительными органами, владельцами дорог и подрядными организациями. Охватили более 9 тысяч километров, проверили состояние дорожного полотна и дорожных знаков, установку снегозащитных щитов и закрытие водопропускных труб, чтобы их не заметало снегом. Также полицейские удостоверились, что ответственные организации учли опыт прошлой зимы. Увеличено количество специальной техники. Для обслуживания дорог республиканского значения подготовлено 120 единиц, областного – 108, районного – 100 единиц. Подрядные организации заготовили отсев, песко-соляную смесь и химические реагенты. Полицейские напоминают водителям установить зимние шины, следить за прогнозом погоды и сообщениями службы чрезвычайных ситуаций. Помните об угрозе гололедицы. При поездке в сложных погодных условиях выбирать скоростной режим с учетом состояния покрытия и видимости. За вклад в ликвидацию последствий паводка и помощь в строительстве домов в новом микрорайоне Берлик по инициативе Центрального аппарата партии АОЛ благодарственными письмами наградили 25 волонтеров – студентов Североказахстанского университета и Высшего строительно-экономического колледжа. Во время большой воды они первыми откликнулись и вступили в строительные отряды, чтобы помочь восстановить или построить жилье для пострадавших. Во время паводков, благодаря сплоченности нашего народа, мы, можно сказать, преодолели эту трудность, небывалую стихию. Это коснулось тоже, в первую очередь, североказахстанский регион. Тогда, по инициативе председателя партии, депутата парламента, мажориста парламента Серега Миколаевича Избаева, на скорую руку были созданы по республике именно в регионах, где наиболее пострадавших регионах от паводков были созданы студенческие строительные отряды. Активисты областного филиала партии в этом году провели большую работу по оказанию поддержки семьям, пострадавшим от паводка. К примеру, разгружали и раздавали гуманитарную помощь. Охватили порядка 100 семей. Решение о помощи пострадавшим семьям в виде гусят. Вот каждой семье, 100 семьи мы раздали по 20 гусят, и каждой семье дали еще и корма на эти гусят, на доращивание. И это, конечно, оказало большую поддержку семьям, которые они помогли, было благодарным. В Санжарте Мирбай считает, что помогать людям в таких сложных ситуациях – долг каждого казахстанца. Узнав, что в стране создаются волонтерские отряды по ликвидации последствий стихии, не раздумывая, вступил. Тогда же и присоединился к партии АУЛ. Сегодня от центрального аппарата в подарок получил часы. До этого я был активистом, помогал на сборах воды, на переноску воды и так далее. Как пришло предложение от партии АУЛ, я сразу же вступил в партию, сразу же стал активным ее участником в плане помощи стройке. В стройке мы помогали строителям в повседневных моментах, ну не повседневных моментах, а повседневных моментах стройки. То есть там где-то перенести, что-то подать, как-то поддержать, как-то перенести. Свою работу я не могу оценивать, потому что, мне кажется, на моем месте сделал бы так любого гражданин нашей республики, потому что это непосредственно обязанность любого гражданина республики помогать в тяжелом моменте. Студенты помогли построить и восстановить около 200 домов. Помимо награждения, члены партии проведут двухдневный семинар, где волонтеры смогут пообщаться и обменяться своим опытом. Пригласили порядка 120 активистов из Акмолинской, Костанайской и Североказахстанской областей. Валерия Севаш, Ширния Асыманов, МТРК. Все профессии важны, все профессии нужны. Школьники города рассказали, кем видят себя в будущем. Для этого они приняли участие в конкурсе среди детских подростковых клубов. Лейлана Сырова хочет пойти по стопам своей мамы и стать поваром. Она считает, что эта профессия интересная и необходимая в нашей жизни. Люблю готовить, особенно свои блюда из книги. Это, например, пышный омлет или десерт чизкейк. Еще я пыталась сварить яйца в стратку, но у меня ничего не получилось. Но я не отчаиваюсь, потому что я должна готовить дальше. И это мое хобби. Ребята рассказали о любимой профессии в песнях, в стихах, танцах. Каждый подготовился по-своему. Алиса Кузьменко мечтает стать художником, поэтому на суд жюри представила свой рисунок. Я очень люблю рисовать. У меня очень долго выходил этот рисунок. Мне помогали родители, мы придумывали вместе идеи. Нам очень понравилось рисовать. Моя мама тоже любит рисовать, она мне помогала с этой идеей. Мы вместе все это очень долго рисовали. И мне очень понравился этот рисунок. Калейдоскоп профессии проводят для того, чтобы вдохновить юных ребят, показать им перспективу рабочих специальностей и помочь сделать осознанный выбор будущей профессии. Организаторы специально выбрали формат игры, так дети лучше усваивают информацию. Сегодня наш молодежный ресурсоцентр совместно с детско-продосковым клубом «Коктем» мы проводим фестиваль. Сегодня наши дети подготовили нам номера, кто кем хочет стать. Сегодня мы подготовили в рамках послания президента именно году профессии. Всех участников конкурса наградили дипломами и ценными призами. Первый международный форум педагогов дошкольного образования прошел в Петропавловске. Диалоговая площадка объединила гостей из разных регионов республики. А представители Российской Федерации и Республики Беларусь приняли участие в режиме онлайн. Развернута выставка большая, все сделано руками самих педагогов. Здесь у нас гостями, представителями являются департамент дошкольного образования у Министерства просвещения Республики Казахстан, представители института раннего развития детей. Здесь будут делиться опытом, как мы готовим наших воспитателей будущих. Это высший педагогический колледж наш имени Макжана Жумабаева, они тоже выставку представили. А также Северо-Казахстанский университет имени Монаша Козыбаева. Педагоги обсудили перспективы дальнейшего развития сферы. Форум – отличная возможность для рассмотрения новых методик, исследований и достижений, считают эксперты. Сегодня на первый план в нашей работе выходят центры компетенции. То есть это те передовые точки роста, которые показывают, транслируют передовой педагогический опыт. Государством делается немало для того, чтобы педагоги закрепили статус воспитателя, получили квалификацию, повысили ее, делаются курсы повышения квалификации, они проходят обучение, есть возможность расширять свой педагогический опыт и передавать его другим. За вклад в развитие сферы почетными грамотами поощрили ветеранов педагогического труда. Педагоги закрепили статус воспитательства. Надежда Баранова приехала из Айртаусского района. Она работает в сфере дошкольного образования с 1976 года. Воспитала не одно поколение казахстанцев. Педагог очень рада, что ее труд высоко оценили на республиканском уровне. Как-то меня в детском саду спросили, а сколько вы, Надежда, сильно сделали выпусков. И я не смогла посчитать их очень много. Это моя жизнь. Я очень рада. Совсем недавно ездила я в гости за рубеж. И было очень приятно. Идя по улице, я услышала свое имя-отчество. Я была поражена. Я там встретила своих выпускников, своих воспитанников. И я поняла, что я не зря посвятила себя этой работе, что я проработала, что меня помнят, что меня уважают. Также на форуме презентовали новое методическое пособие для педагогов дошкольного образования. В сборник вошло около 400 статей. Пособие, состоящее из трех томов, поможет педагогам усовершенствовать свои навыки и наладить тесное сотрудничество с коллегами из других стран. Валерия Филатова, Матвей Колесников, МТРК 120 педагогов со всей области, стаж которых не более пяти лет, собрались на форуме в Назарбаев интеллектуальной школе. Для них это хорошая возможность обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы образования. Пригласили сюда и опытных наставников, которым есть что рассказать. Этот форум отличается от предыдущих двух, потому что этот форум для молодых учителей ведущих школ. То есть это те школы нашей области, которые являются такими центрами информационными, интеллектуальными, которые делятся с другими школами своим опытом. И в этом году мы решили пригласить молодых педагогов именно этих школ, потому что они такие наши стратегически важные объекты. У нас в этом году будут традиционно мотивационные спикеры, которые не находятся в области образования, но тем не менее они будут рассказывать о том, как важно учиться на протяжении всей жизни, о своем опыте. Учитель иностранных языков Ниши Катерина Ширманова приступила к работе с начала учебного года. Считает, что форум для молодых учителей – это опыт, который поможет стать более уверенным в своем деле. Преподавательство выбрало просто потому, что мне очень нравится не то, чтобы учить детей, мне очень нравится вдохновлять детей на иностранные языки, поскольку иностранные языки являются фундаментальной основой развития в нашем мире. Мы используем комплексный подход. Нельзя сказать, что я использую какую-то определенную методику, потому что, когда мы говорим о детях, мы говорим о студенцентрированной системе обучения. Мы говорим о том, что каждый подход к ребенку должен быть индивидуальный, и все это должно базироваться на том, что мы развиваем детей в первую очередь. Таким образом, каждый урок строится непосредственно не на классе, а дифференцированно на каждом ученике. И опытные, и начинающие педагоги говорили о внедрении современных методик, работе с учащимся разных возрастов, применении цифровых технологий в образовательном процессе. Каждый, кто посетил форум, взял для себя много нового и полезного. Все это учителя будут применять в своей практике. Камила Карим, Олег Косинов, МТРК. 420 ребят из всех районов области приняли участие в региональном этапе Республиканской Олимпиады для учащихся 9-11 классов сельских школ. Проходила она по естественно-математическим и общественно-гуманитарным направлениям, по 13 предметам. По итогам 24 школьника заняли первые места. Они примут участие в республиканском этапе, что даст им возможность стать обладателем образовательного гранта в престижные вузы страны. В зале находится 420 учащихся из 13 районов нашей области. Из них 133 учащихся по результатам двухдневной Олимпиады получат сегодня дипломы, медали, а также памятные подарки. На сегодняшний день по количеству медалей лидирует сборная Айртаусского района, Габита Мусрепова и Кызалжарского районов. В период Олимпиады работал в качестве членов жюри профессорско-преподавательский состав нашего регионального университета. В местный альмаматор состоялась презентация новой книги «Замана Шамширогэ» Самрата Кускенова. Она посвящена северказахстанскому поэту и журналисту Зейнуле Акимжанову. Он написал большое количество поэм и стихотворений. Больше 40 лет проработал в региональной газете «Солтустык Казахстан». Близкие друзья и знакомые помнят его очень талантливым, умным и открытым человеком. Я писал книгу с помощью телефона, собирал архивы, изучал его историю, материалы и произведения. В целом работа заняла 2,5 года. Тираж составил 500 штук. Я уже возил эту книгу в Олихановский район, а также район Махжана Жумабаева. Планирую показать ее и в других районах области. Североказахстанский борец Нуркажа Кайпанов стал чемпионом мира по вольной борьбе, который проходил в Албании. Выступал в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке ему противостоял борец из Японии. По итогу Нуркажа Кайпанов одержал победу со счетом 5-3 и впервые за свою карьеру завоевал золото мирового первенства. Стоит отметить, что спортсмен уже принимал участие в чемпионате мира в 2019 году, но тогда он привез на родину серебряную медаль. Таким образом, чемпионами из состава сборной Казахстана стали двое североказахстанцев. Глава региона ГАОС Нурмухамбетов поздравил спортсмена с яркой победой. Нуркажа стал вторым казахстанским чемпионом мира по вольной борьбе. Первое историческое золото завоевал Резабе Кайтмухан. Упорный труд, дисциплина и несгибаемая воля к победе Кайпанова стали источником гордости для всего Казахстана. Вы вдохновляете молодых спортсменов своим примером, показывая, что на пути к вершине нет преград, если верить в свои силы и идти к цели. Желаю чемпиону мира Нуркаже новых побед. Пусть ваши спортивные достижения продолжают прославлять Казахстан на мировой арене. Началась областная лига АУ «Спорт-2024». Она собрала около 200 спортсменов из всех районов области. Соревнования будут проходить по шести видам спорта. Каратэ, шахматы, волейбол, вольная борьба, бокс и баскетбол. Приветствовал спортсменов заместитель Акима области Канаду Зельбаев. Развитие спорта в районах – это наш приоритет. Для этого в области открыты два физкультурно-оздоровительных комплекса. Центр настольного тенниса, открытый хоккейный корпус. Завершается строительство еще двух картов и одного бассейна. В 2025 году начнем строительство ледовой арены и футбольного манежа. Не могу отметить победу двух пожилых Айпанова вчера на чемпионате мира по вольной борьбе в Албании. В общем, хочу вас всех поздравить. В турнире участвует одна из баскетбольных команд из села Белого, Козужарского района. Родион Бондаренко занимается баскетболом 8 лет, настроен на победу. Недели две тренировки проводили, играли, занимались. Физической подготовки. Хороший настрой победить, поехать на республику, там показать себя. Этот проект в этом году первый раз проходит. В каждой области, в 17 областях проходят сначала отборы, потом будет в декабре в Алмате финальная часть. Все победители поедут за счет фонда, благотворительных фонда. Они будут спонсироваться, поездка, проживание, все будет спонсироваться. Также областные отборы спонсируются тоже подарками. Это чемпионские пояса, медали, рюкзаки, спортивная одежда для каждого вида спорта. Региональная лига будет идти два дня. Дмитрий Тимофеев, Олег Косинов, МТРК. На ледовой арене Дворца спорта имени Александра Винокурова состояла встреча между хоккейными клубами «Кулагер» и «Намат». Игра выдалась напряженной, спортсмены упорно боролись за каждую шайбу, демонстрируя отличную физическую подготовку и волю к победе. В упорном противостоянии удача оказалась на стороне хоккейного клуба «Намат». Команда сумела вырваться вперед и завершила матч с победным счетом 3-2. Было очень много опасных моментов. Потом хороший выход из зоны и передача в центр. Я просто в ноль вывалился и разобрался с фортерем. Компания «Теплэка» — единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. «Теплэка» работает по принципу русской печи — быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель «Теплэка». Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс 7707 343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России.